Друзья, всем доброе утро. Я нахожусь в Сильвер Торн, Колорадо. 9 часов утра, на улице 13 градусов Цельсия. Ночью едешь, нифига не видно, не прикольно. А сейчас вышел просто поглядеть. Думаю, да, я выйду. Завтрак, типа, на завтрак у меня тут только кофе получается, остальные булочки всякие, там даже яблок нету. Короче, завтрак беспонтовый в отеле, если ты следишь за своей диетой. А вот, вышел, думаю, дай хоть гляну, куда же я приехал посреди ночи, потому что ничего же не видно. Сейчас вам покажу. Вы посмотрите на это. Гора, а на ней снег лежит. Ой, как это непривычно. Я такого летом никогда не видел. То есть, это чтобы вам было понятно, насколько мы серьезно в горы забрались. Прикольно. Ну, вообще, тут такой отельчик неплохой. Посмотрите, конечно, ну, это необычно, необычно, суперски, суперски. Вот там домики какие-то на склонах даже, вон, видны. Крутые какие-то, ну, в общем, да, однако. Удивлен, поражен. Приятно. Приятно. Такое всегда хотел. Может, мы вот на такую гору и пойдем, наверное, не знаю. Может, это, кстати, она есть, короче. Я же не знаю, я как гость приехал, в этом вся фишка была, что я искал, мысль у меня была. Поехать с кем-то, кто в этом разбирается и кто будет там лидером, а я там сзади сбоку припеку как бы заодно с ними. Ну, вот. Круть крутейшая. И меня удивляет, насколько прохладно. Особенно после поездки в Большой Каньон. Самое смешное, что Большой Каньон же здесь не так, чтобы сильно далеко. Просто получается так, что мы, ну, Большой Каньон где-то там, а тут вот мы в горы, в горы, в горы, и вот залезли просто в горы и в горах. Вот такая свежесть вообще, конечно, прикол. Так, ну, хорошо, друзья. Я сейчас буду, типа, завтракать, заниматься физкультурой, а потом, может, куда-то гулять, пойду. Позвоню, позвоню, ну, позвоню, спрошу, если вы остальные приехали уже. Я так понял, они сегодня вечером, наверное, прилетают. Вот. И уже будем ориентироваться по месту. Вышел на улицу потренироваться. Какая здесь красота. Солнышко сейчас светит, вот в тенечке прям прохладно. На солнышке, ну, тепло, но все равно прохладно. Видите, какая-то вот там тут рядом дорога, там вот на возвышении какая-то вот дорога интересная, там машины едут. Давайте я выйду из-за деревьев. Вокруг, во все стороны. Такие горы. Конечно, что меня поражает, что на горах, ну, вот немножко-немножко, да, местами лежит снег. Вот это вообще. Смотрите. Ну, как-то это прям прикольно. Не устаю поражаться великолепию этого мира, конечно. Моя вот красавица стоит. Одиноко. В общем, тренируюсь на этом классном свежем воздухе. Красота. Продолжение следует... ... Продолжение следует... Продолжение следует... Мне кажется, здесь дышать тяжелее. Не дару нужно делать акклиматизацию. Вот я пробегаюсь чуть-чуть и задыхаюсь. Смотрите, как дышу. Ну, я, конечно, еще и бегун тот, но ощущение, что я беру больше воздуха, потому что его не хватает. Прикол. Вот так. Фух. Ничего себе. Красота. 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 Субтитры делал DimaTorzok Классную музыку моей молодости Еще веселее становится тренироваться Задорней и приятней Позанимался, сходил в душ Сейчас вот сижу Смотрите, хорошо, что есть столик, есть компьютер Сижу, сейчас работаю на компьютере Просто хочу сказать, несколько таких моментов Вы сейчас можете посмотреть видео Сказать, ну нифига себе Жену отправил, детей отправил И сам пошел в такой разгул Там, ездит, где попало Делает всякие такие развлечения И да и нет Просто хочу, чтобы вы немножко имели большую картину Что происходит за кадром, да Чего я как бы не очень показываю Вот сейчас я нахожусь здесь Но я активно работаю Каждое утро встаю Отвечаю на имейлы Делаю какие-то звонки Договариваюсь на какие-то встречи Пример В Техасе у меня такая ситуация была Почему я вот уехал на Байдарк кататься Там я искал контракторов Контракторов я искал практически полтора месяца То есть сейчас это занимает еще больше времени, чем раньше Но вообще это достаточно долгий такой нудный процесс Ты посылаешь запросы Ну кому-то там пишешь Что вот, мол, я вас нашел У меня есть строительный проект А не хотите вы поучаствовать Ждешь там ответов Они тебе отвечают Да, там хотим Окей, когда вы можете приехать Сейчас такие все занятые Что там, кто-то может через неделю Кто-то там через 10 дней Кто-то аж через 2 недели И вот, ну вот Ты всем послал информацию Со всеми договорился Когда они могут прийти Хорошо, вот они приходят У меня там лакбакс Такая коробочка с ключиком То есть они приходят Я им послал все детали Что мне нужно отремонтировать Они там посмотрели Вот, дальше Когда я туда ездил Я искал еще параллельно того Кто будет мой дженерал контрактор То есть управляющий бизнесом То есть я тоже давал рекламу Смотрел резюме людей Связывался с ними И вот тоже такой процесс То есть он, ну, процесс, который Можно делать на телефоне На интернете Вот Это тоже заняло там Иное количество времени Тоже, наверное, полтора месяца В принципе И вот я нашел одного человека И вот когда я был в Техасе Я встречался и с контракторами И с человеком, которого я нашел Мы договорились Я оттуда уехал Уехал я из Техаса Контракторы мне дали цены Я посмотрел цены Окей Человек, которого я нашел Тоже мы там договорились По деталям Сколько я им буду платить Что, какие условия И вот мы договорились Теперь Нужно мне найти Ну, у меня есть как бы юрист Который Может написать контракты То есть контракт И со строителями И контракт вот С работником Тоже он там супер занятый И вот заняло у него Три недели И вот только сейчас Сейчас он мне пишет Слушай, я тебе вот пришлю То есть это занимает Кучу времени Реально Вот Хорошо В это же все время Я вот вернулся в Атланту Когда уже после всех поездок Вот Наконец-то мы договорились По цене с контрактором И выбрали контрактора Которого я буду делать Мы договорились Что я приеду Ему Заплачу И все Потом Вот получается Наклюнулась эта поездка Сюда в Денвер, Колорадо И Он говорит Давай Ну, типа Я тебе пришлю все документы Можем сделать все это по e-mail И в принципе Мое присутствие там Совершенно не обязательно Он прислал мне Вернее, я прислал ему документы Он их подписал И я ему сделал депозит денег Все Процесс начался Вот сейчас я нахожусь уже здесь Мне уже пишет Этот контрактор Что деньги получил Все нормально Мы Будем Пулать Пермиты То есть Брать разрешение У города Это займет еще какое-то время То есть Неделю Для того, чтобы получить Эти пермиты Ему нужно начертить Рисунки Это займет Ну, я говорю Еще какую-то Неделю Скорее всего Минимум Потом он это Отдаст На рассмотрение Городу У города Это еще Скорее всего Неделю займет А то он Говорит и две недели И они там уже скажут Что окей Мы тебе даем разрешение Вот То есть Процесс идет Вот это первый В Техасе Я сейчас со всеми там связываюсь Со всеми Веду переговоры Мой работник Который я вот там Ну, договорился Который будет Всем руководить Он сейчас Вот сегодня Встречался с несколькими Людьми Которые делают Кондиционеры Потому что На кондиционер Мы берем отдельно цену Ну, там Тоже Мутная долгая история Почему Вот Он сейчас Вот сегодня Встречается на месте Там То есть У меня уже есть человек Который уже кирает Уже отвечает За эти вещи На месте Чтобы мне этим не заниматься Дальше Я параллельно Занимаюсь проектом В Атланте Я искал офис Тоже долгое время В Атланте Нашел в Донтауне Прямо рядом С моим офисом Вы, возможно Видели видео Когда я смотрел Там Офис Здание построено В 1870 году По-моему Очень такое Интересное Вот Мы тоже Долго и упорно Договариваемся По деталям То есть Сначала мы договорились Вот что Вроде как Цена за Скверфуд Такая-то На этом Такой-то Период Времени На 5 лет Такие-то Условия Там Все-все-все Потом У него Заняло У лендлорда Лендлорд Он же агент То есть Два в одно Пока он там Сделал контракт Тоже заняло Я успел Сплавать Совершенно спокойно То есть Я на это и рассчитывал Успел сплавать На байдарках Совершенно спокойно Вернулся в город И вот он мне только Прислал Когда вернулся в город Контракт Я его посмотрел Там куча Всяких Мелких деталей Я считаю Послал я ему ответ Послал я ему ответ Вот уже я приехал сюда В Денвер-Колорадо Или где я тут Нахожусь Недалеко Он мне присылает ответ Соответственно Там с деталями Пометками Что он там готов На что он согласен Готов изменить Вот И Ну вот сейчас я вот сижу Ему отвечаю В это же время Параллельно Все это время Я ищу Строительную компанию Которая мне Даст цены На строительство Здесь в Атланте Причем в Атланте Еще сложнее В Атланте Обязательно Нужно Чтобы был Архитектор Обязательно General Engineer То есть Инженер По коммуникациям И они Все Супер занятые Не дозвонишься До них Не допросишь Чтобы они приехали Чтобы дали цены И так далее То есть Тоже Кучу времени Занимает Сейчас Вот до сих пор Я процесс этот Позже начал Как бы Чем В Техасе То есть Вот на данный момент У меня есть Только Один estimate Еще только От одного То есть Одно предложение Цены От одного Строителя Но я Сейчас еще Жду От этого Количества Архитекторов И Что я Сделал Я договорился С хозяином Лендлордом Что Необычная Штука На самом деле Мне повезло В этом плане Лендлорд Живет В здании Он купил здание В Донтальне Наверху У него есть Две квартиры Одну он сдает Во второй он живет И внизу Офис И еще Подвал И то есть Я собираюсь Снять Офис И подвал Поскольку он Там находится У нас Интересные условия С ним Которые мы Договариваемся Договариваемся Так что У него Я так понял Кончились деньги И он не смог Достроить этот офис Ну Чтобы он хорошо Выглядел То есть Он Если вы посмотрите Он там Очень так выглядит Не закончено В подвале Допустим У него нет вообще Кондиционера Вот И мы с ним Говорили Что я Доведу Ремонт до конца Всего здания Но он мне На эту сумму Которую я потрачу Даст бесплатную аренду Ну то есть Вернет мне эти деньги Вот бесплатной арендой Вот И в общем Из-за того Что ему выгодно Со мной сотрудничать А мне выгодно С ним Потому что Он мне еще дает И очень дешевую аренду Такую аренду Там сейчас реально Не найти За square foot Вот Я говорю Слушай Я живу далеко Еще я тут Сейчас в отъездах Всю дорогу Давай Если ты не против Будешь показывать Я буду договориться С архитекторами Со строителями Они будут приезжать Чтобы оценку сделать Но ты будешь С ними связываться Просто ему надо Спуститься с верхнего этажа И просто показать И он говорит Слушай Вообще без проблем Давай И мне это очень удобно То есть я договариваюсь С архитекторами Они прямо туда приезжают И вот сегодня У нас два таких архитектора Приезжают на место Вот И он с ними Там работает То есть я ему просто сообщаю Слушай Такой день Такое время Можешь ли ты Ну Показать Он говорит Да без проблем Вот То есть я Я в отъезде Но в Техасе Работа идет Работа идет В Дон Тауне В Атланте Работа идет По новому проекту С работниками Я вернулся Со своей поездки Встретился Со всеми менеджерами Во всех своих офисах Со всеми ими Поговорил о каких-то проблемах Которые были Там были всякие разные нюансы То там Не заказали чего-то У нас нехватка там была Картин Чтобы рисовать То там С краской То что-то поломалось Но в общем и целом То есть я Раньше за все Кирилл сам То есть вот Все заказывал сам Но вот перед отъездкой Перед отъездом Я специально Натренировал Одного работника Которого я хочу Сделать General Manager Всех локаций Он был как бы Ответственный За одну локацию А тут я его Повысил как бы Но я ему сказал Что давай На тебя как бы Условия Я хочу тебя повысить Но вот Давай проверим Затестируем Как ты с этим Будешь справляться И вот Меня не было там Фактически Наверное 20 дней То есть я в Техас уехал Я на Байдарках уехал Был в Лас-Вегасе Вот Меня не было там Можно сказать Практически месяц Я вернулся Мы с ним Прошлись по всему Что он делал Что так Что не так Вот в общем и целом Он справился То есть меня не было Все работало У меня не было Ни телефона Ни интернета Ничего Я переживал Как оно будет Но все офисы работали Все 4 офиса Функционировали Везде все было классно Мало того У нас этот месяц Июнь Во многих офисах Получился рекордный В метании топоров У меня получились Одни из рекордных продаж В паранойи квест В Моле в Джорджа У меня получились Вообще рекордные продажи У меня никогда Таких хороших продаж Не было С начала открытия В красках моих Не рекордные продажи Но очень сильные И очень хорошие продажи И в Донтауне Атланта У меня получились Тоже продажи На уровне Аж 2017 года То есть Это 3-4 года назад Представляете То есть Очень-очень Хорошая продаж Это в том Еще при том Что меня нигде не было То есть Меня полностью Я отсутствовал Вот То есть Справились ребята Это хорошо Все прошло отлично И я вот Одного работника Говорю Давай Все Давай так Ты будешь Дженерал менеджером Поднял я ему зарплату Причем Ну так Неплохо Я ему поднял зарплату На 5 тысяч в год Вот Причем он Получал Фактически По часовой А тут я сделаю Салари Ну в общем Он доволен Безусловно Мало того У меня Проявил себя Очень хорошо Еще один работник Который Ну был как помощник Тоже я встретился с ним Тоже поднял я ему зарплату И он стал у меня Получается Не дженерал менеджер А Операция менеджер Вот Тоже между всеми Там Всеми локациями И в общем Мы там обсудили Какое Что нам Нужно для улучшения Команды нашей Как нам искать Там лучше еще работников Как повышать мораль Работников И вот так Вот так Сейчас я спокойной душой Совершенно уехал То есть Если вы смотрите И думаете Что я тут просто Развлекаюсь И забил На всю работу Ничего подобного Я наоборот Очень-очень Сильно Переживаю Связываюсь Постоянно с работниками Making sure Да То есть Убеждаю Что все идет Хорошо Там Заказываются Материалы И работники Работают Все выходят На работу Там Кто-то Кто увольняется Мы при этом Сейчас мы кстати Договорились Мы дали новую рекламу Еще И мой Менеджер Уже не я Буду проводить Интервью И искать их Там Через Апликации Их не смотреть А это будет Его дополнительная работа Что он будет Этим заниматься На полную Вот Так что так Ну а в это время Я В путешествии Сейчас вот Сегодня вечером Все прилетают Кто организовал Этот тур И завтра Мы уже встречаемся Или может Даже сегодня вечером Не знаю Поужинаю с ними Завтра мы уже встречаемся И будем Путешествовать Так Типа легкое путешествие Чтобы акклиматизация Прошла Отсюда поедем Чуть повыше И уже послезавтра Едем Едем покорять пик Что Очень-очень Здорово Вот Друзья Такой апдейт Не знаю Надеюсь Вам это было не скучно Все Пойду Даже не знаю Чем сейчас позанимаюсь Вот я поработал Сейчас наверное Пойду покушаю И может быть Выйду в город Гляну Как там в городе Все Пока-пока Увидимся в следующем видео Поехали Поехали